Что за новость появилась в пятницу о том, что вы объявлены в розыск на территории Российской Федерации? Вы объявлены или не объявлены? Наталья, нет у меня в России сегодня никакого федерального розыска в рамках того или иного уголовного дела. И это была кампания, организованная с одной стороны моим старым другом в кавычках Горбунцовым, потому что его сайт Крайм Раша начал, что член Солнцевского ПГРН Атусатый по делу Захарченко объявлен в розыск. СМИ Дадона, Плохотнюка свою делали кампанию на эту тему. То есть сегодня я когда написал в соцсетях перед этой программой и говорил о том, что объясню это в лайве, но раз мы находимся с вами в этой студии, значит есть две силы, которые сегодня пытаются устроить мне проблемы в России. Одна, это на коленях ползает по разным ведомствам силовым и не только силовым. Молдавский президент Игорь Гадон вымаливает уголовное преследование касаемо меня. И второй человек это... Секундочку, вымаливаю уголовное дело где? В России или в Молдове? В России. В Молдове и без него там справляются, потому что Плохотнику не нужны консультации Дадона для моего уголовного преследования. Поэтому он этим занимается активно в России. То есть он просил об этом и влиятельных бизнесменов. Я еще был в Москве весь прошлый год, он говорил, что для того, чтобы партия социалистов набрала большинство, для того, чтобы Дадон был единственным на левом фланге и так далее, нужно уничтожить Усатого финансово, уголовно и так далее. Потому что Дадон же привык с 2014 года все свои политические неудачи спешить на кого-то. У него все спойлеры, кроме него. Понимаете? То есть 2014 года. Секундочку. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Мы об этом еще поговорим обязательно о политической ситуации в стране и о ваших отношениях с Игорем Дадоном и с партией социалистов. Но все-таки. В пятницу появилась новость не просто так на сайте Крайм Раша, а очень многие престижные СМИ и кредибельные СМИ написали о том, что вы объявлены в уголовный розыск. Поскольку ссылка делалась на сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Вы в пятницу, по-моему, написали о том, чтобы люди не спешили делать выводы. И в субботу опубликовали справку Министерства внутренних дел. Я надеюсь, сейчас наши коллеги покажут эту справку на экране. Справка, выданная главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации о том, имеются или не имеются у вас уголовные дела, преследуетесь вы или нет. Но у меня к этой справке есть один очень и очень большой вопрос. Она выдана вам датой 26 апреля 2019 года. А новость о том, что вы объявлены в уголовный розыск, появилась 17 мая. То есть, в принципе, мы знаем с вами очень хорошо, что в таких государствах, как Молдова, и я не думаю, что здесь Россия сильно отличается, а может быть даже наоборот, Молдова не сильно отличается от России, за две недели, даже чуть больше, можно спокойно начать уголовное дело. Был бы человек, а статья найдется. Да, можно и за сутки. Так вот, смотрите, когда вышла эта новость. Я был на рыбалке, и мне некоторые СМИ звонили, просили комментарии. Первую эту новость опубликовал ньюсмейкер в Молдове. До меня никто не смог дозвониться, потому что был вне зоны доступа. Когда я находился на корабле в это время, значит, когда у меня появился интернет, я все это увидел. Я на самом деле, честно вам скажу, подумал, что так оно и есть. Ну, потому что у меня есть очень много предпосылок. Я просто не понимаю, когда это будет. То есть, я понимал, ввиду проблем, которые были у меня, особенно в течение последних шести месяцев, я понимал, что этот розыск будет. Но я позвонил, как бы, определенным людям, значит, я посмотрел, ну, то есть, в базе федерального розыска меня нет. И тут мне говорят, стоп. Я говорю, а ну забейте меня, потому что на этом же сайте МВД, если забивать усатый Рената Георгиевича, ну, число месяцев, год рождения, ничего не открывается. А если забить усатый Рената Георгиевича, даже русский, ну, латинец, кириллица, то вот открывается, согласно статье УК. Какое дело, как обычно пишут, розыскивается с такого-то числа, в рамках такого-то дела, такая-то статья в том-то обвиняется. И я сразу понял, что здесь какой-то молдавский замут, скажем так, да. Я говорю, а ну забейте меня, как гражданина Молдовы. И как гражданин Молдовы открылся мой молдавский розыск 2016 года. То есть, когда меня объявили в розыск по делу Горбунцова-Молдаване, да. И 27 февраля этого года в Молдаване обновили мой розыск как гражданина Молдовы. Потому что как гражданин Россия был снят с розыска, являясь гражданином Российской Федерации. И они его обновили. Вот вам и вся история. То есть, секундочку, то есть вы сейчас, я хочу понять, вы сейчас разыскиваетесь на территории Российской Федерации как молдавский гражданин? По делу о покушении на Германа Горбунцова или что? Молдавский гражданин, как гражданин Молдовы, я разыскиваюсь с 2016 года, Наталья. Вот как они меня объявили и в Винтерпол, и в розыск СНГ. Это бывший все союзный розыск. То есть, с тех пор, получается, у нас уже порядка трех лет, как бы, это у меня бесит. Вот и вся история. То есть, здесь ничего нового нет.